Сейчас вам покажу, как правильно работает на Springboard. После того, как вы уже купили пакет и подписали договор, отослали его для подтверждения, дождались вашего подтверждения, вы можете зайти на раздел на странице Springboard и посмотреть, что вам там предоставляет компания для закупки и для того, чтобы ваш товар пошел в продажу и вы получили вашу прибыль. Итак, на странице Springboard мы видим обучающее видео, просмотрите его внимательно. Там очень все четко показано, как вы должны, какие шаги должны пройти, чтобы купить и выставить на продажу товар тот или иной. Сейчас я вам эти шаги покажу, но не буду показывать данную продукцию на видео, потому что это запрещено компанией. Мы не должны показывать ни товар, ни те сцены, которые там выставлены. Это коммерческая тайна. Поэтому давайте будем уважать. В принципе, к компании мы подписывали это под нашим договором. На нем четко прописано, что полагается на каждый пакет, какой комиссионный сбор, какое количество товаров вы можете купить, а также условия того, что если какой-то товар не будет продан, то вы в любой момент можете запросить возврат, нажав кнопку возврата и вам вернутся ваши деньги на ваш баланс в кабинете. Теперь давайте перейдем на страницу, где выставлена продукция. Я просто закрою другим слайдом, тем, которые есть от компании на презентации, примеры товаров и пример их цен и расценок. И вы сможете сами это уже увидеть у себя в кабинете. Я просто буду показывать, как правильно его купить и как выставить на продажу. На этой странице вам будут предлагать товар, который вы можете купить на ваш выбор. Данный товар будет обновляться, может быть каждый день, может периодически, но всегда будет возможность его купить, если вы его еще не купили или хотите докупить. Здесь что мы видим? Мы слева видим вверху ритейл прайс, это цена, сколько стоит данный товар, когда его выставят на продажу, например, на Амазоне, Эбэй или другой какой-то платформе интернет-магазина. Затем вы будете видеть комиссионный сбор, который берет тот магазин, например, Амазон, за доставку и за то, что он будет на складе и так дальше, за оформление покупки. Дальше вы будете видеть такую фразу, как Expected Profit Per Units. Это как раз ваша прибыль, сколько вы получите, если вы купите и перепродадите через компанию Infinii. И ниже еще один комиссионный сбор, скажем там 0,35 центов, к примеру. Это как раз комиссионный сбор самой компании за то, что она тоже держит на складе или пересылает данную продукцию. А справа, там где зеленые черточки, вы будете видеть вверху количество юниц, количество в наличии, сколько этого товара, например, в компании, сколько она выставила на продажу. И дальше уже, то есть, чтобы вы знали, что он еще не куплен и можно его купить. И если вот эта зеленая полосочка начинает двигаться, значит, там сразу под ней написано количество, которые уже купили данного товара. Например, его есть в наличии 75, купили уже 23, но еще там больше половины остается. Значит, вы еще можете ее купить. И потом будет для вас цена, розничная цена, за которую вы можете купить, рассчитывая один товар на одну стоимость. И после этого вы определяетесь, выбираете, какой же товар вы хотите купить. Вы можете их купить несколько на ваш положенный вами пакет. Ограничений как бы по деньгам нет. Есть ограничения по количеству товара. И когда вы определитесь, нажимаете кнопочку справа «Business Product» и вас переводит на страницу следующую «Purchase Dash». Здесь видно, что в наличии такого товара было, например, 37, осталось 30, значит, еще 30 вы можете, например, купить, если хотите. Но у вас нет нужных кредитов. Вы должны их купить. Кредиты – это те же деньги, но мы должны загрузить вначале деньги с расчета 1 к 1, то есть один кредит – 1 доллар. И тогда у нас будет необходимая сумма для покупки данного товара. И видно, сколько у вас там осталось, если вы уже загружали. И еще раз подтверждается ниже цена 1 – 97 кредитов. Вот. Если вы согласны, значит, вы подтверждаете, нажимаете на синюю кнопочку «Purchase Credits», то есть «Купить кредит» и вас переводит на следующую страницу, где вы выбираете то количество кредитов на ту сумму, которую хотите завести в кабинет. Потом идут ваши данные, данные карты. Если это те, которые вы давали при покупке пакета, значит, они там автоматически будут. Если вы хотите другую карту дать, значит, указывайте данные карты этой. И нажимаете «Подтвердить». И на следующей странице зелененьким напишет, что вы, вас поздравляем, кредиты уже загрузились. После этого вас переведет на страницу, где вы должны будете подтвердить точно, куда вы хотите выставить на продажу ваш товар. Итак, на этой странице мы видим, какое количество было закуплено этого товара. Затем, сколько еще есть наличий, скажем, 30, сколько у вас есть уже кредитов загруженных, 155, например, и что цена 1 – 97. Вы выбираете количество, 1, например, сколько вы хотите продать. Затем, если вы сами будете продавать, и у вас есть лицензия, вы ставите первую птичку, вторую, выбираете лицензия и вписываете номер лицензии. Если же вы не умеете, не хотите сами заниматься, значит, выбираем вторую птичку, ставим на вторую, что вы хотите, чтобы продажу полностью на себя взяла компания. Вот именно вот эту, выбираете здесь, вот эту фразу, ставите здесь птичку. И видно еще, что вот будет предлагается цена за розничная цена на продажу, например, такая-то, да. Вы можете поставить свою цену, но как бы компания рекомендует данную, по которой она уверена, что за такую цену можно продать. И вы вписываете вот рекомендуемую сумму сюда, в эту строку. И затем ниже будет подведен итог, что стоит это, например, количество одного – 97 долларов 35 центов. И у вас после покупки останется еще на балансе 58 долларов 30 центов. После этого нажимаем кнопочку «Submit». Если все мы проверили, все подвели, все совсем согласны и готовы дать продажу, нажимаем «Submit». После этого будет зеленая надпись, что вы зарезервировали успешно данную продажу. И тогда уже компания сама запустит продажу данный товар. И вы будете только ждать уже прибыли, когда этот товар будет продан. Затем вы можете вернуться опять же в кабинет на ту страницу, где товары, и следить за зеленой полоской, сколько уже продукции пошло на продажу. И думать, и решать для себя, если вы еще хотите купить еще какой-то товар, пожалуйста, можете это сделать в удобный для вас момент.